а она не заливает я пошел в магазин с укова вина меня научили питерские бодибилдеры взрослые зубная паста че натрий хлор это до чего доходило я там 7 килограмм пломбира съел я где дурак что но они мне сказали я слышал типа пиво со сметаной по тренировке ел вот это не прикол а че долго я сейчас наемцам таким животом уже у них работа быть бодибилдером ну мы то знаем мы с тобой в натуражку качаемся это все понятно Нир болел, Рита болел, тестенат вот так все лежало девочка подходит а мистрол через день можно? это же невозможно чистым выиграть или ну не попасть на допинг-контроле я не понимаю ну я и делаю а потом-то наши придумали презерватив нальет у нас там почему спортивная медицина очень сильно хромает слушай, расскажи пожалуйста про твои личные самые жесткие безумные сушки которые были а возможно еще про то может быть ты сильнее всего именно сгонял вес или нужно было влечь в категории сейчас расскажу как ты говоришь самая жесткая подготовка просто повезло а повезло в чем? я значит тоже решил это 93-й год решил подсушиться я почти не пил неделю ну почти не пил воду неделю сушиться решил капитально да? стаканчик? ну стаканчик чаю там все да я тренируюсь я жим много обидел да вообще спокойно мы уже это обсуждали у саши икота начинается у меня такая же тема как ты говорил нервы да у меня такое же я один раз ребята когда у меня был паралич лица мне было 22 или 21 год у меня был короче я икал 8 дней подряд 8 дней я икал я икал днем и ночью во сне и знаете икота была ну неприятно да то есть болевые ощущения но это пол беды на вторые сутки началась самая сумасшедшая в жизни изжога то есть я примерно должен был постоянно сосать эти таблетки от изжоги которые снимают кислотность иначе было невозможно просто себя чувствовать это была и такая же штуковина ну знаете да когда были проблемы я лечился я выяснил с чего у меня икота начиналась сутками это доксиметазон у меня на него оказалась тоже реакция такая неврология начинается поэтому я очень хорошо понимаю Сашу с этой икотой это неприятненькое дело что-то надо делать будет ну короче самая такая жесткая подготовка я решила очень долго недели не пил почти да я жим ногами делаю у меня задыхаюсь мелдранат пью вроде нормально потом поехали в Москву на чемпионат России едем в поезде я смотрю вот так у меня шаджо просекутся не то что там преза вот вышел на сцену голубым матом сейчас и Шанькина первый раз увидел такой в качестве там ну матом все матом 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 не у кого никогда ну да а соревноваться не с кем а что в Лужники пошли там дураки на рынок пошли я думаю сейчас я упаду Дима да что-нибудь глотнуть два глоточка сделал и все и вот я вышел соревноваться ну соревноваться с Нескин выиграл короче под этот кран или вот эту воду набиться не могу а Юру Новику потом потом я приезжаю в Тюмель Колтон пригласил гран-при Тюмель Юра Новиков на этой же России выиграл поехал на Европу выиграл Европу приезжает на гран-при Тюмель я его обыгрываю балабаешь воду придержи а без без воды накачки вообще нет я говорю а как ты на России на Европе вообще не держал вот там смотрю Стародомов там Серега наливает что-то из бутылки я говорю что такое сухое вино я говорю что ну ученику на взвешивание я говорю что такое а оно не заливает я пошел в магазин сухого вина чуть-чуть выпью поем загрузился и Юра обыгрываю он говорит было байф и короче я с тех пор воду не держу а если воду я начинаю держать пробовал я вот такой сухой весь как будто булькаю один говорит да у тебя почки-то не пьешь чтобы почки встали не работаю вода у тебя в организме он же не нурак думает умолить хочешь пить начал вот в чаще это как раз в форме в жестком а чё говорит по мужикам на Европе не выступаешь я говорю куда мне ты чё будет такая форма поэтому я больше воду вот я сейчас я пью и кода запивая пью 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 целый день пью ну нормально же да а какой-то объем ты воду увеличиваешь количество потом она сильнее выходила ты что никогда в жизни не увеличиваешь пью стандартно да зачем когда в жизнь просто с хочу пью меня кто-то вчера спрашивает а кто-то серьезно а Коля Коновалов ты не знаешь он раньше выступал ну короче он там работает сейчас Сань ты сейчас без воды я говорю в каком смысле ну такой сухой я говорю пью целый день сколько хочу поэтому вот повезло в этом ты пьешь пожар ты пьешь пожар не то что там 10 лет но просто пью вот я уже рассказывал да когда я первый раз готовился мне было 18 лет я курицу грудку без кожуры варил и достилляйте меня научили питерские бодибилдеры взрослые и тогда они вообще умные были они я же говорю вот минералка берут да смотрим там натрий хлор и чего дистиллят то это только два дня там все же вымываете соль и там скручат а потом еще зубная паста была бы зубная паста черно трихлор это до чего доходил не зубная паста тоже люди соль и загружаются да да конечно сриная загрузка это а это и соль там где зубной пасты зубы не делать тебя воняет а тебе нельзя чистить там на трихлор вырдалось это забавно так слушай вот ты так серьезно сливался получается вообще не пил воду а что происходило с организмом и сколько ты максимум потом компенсировал после таких турниров вот ты знаешь не мог на пиццу под краном воду фигачил ну попил и все попил и все у меня компенсации никогда нет я же да никогда в жизни я всегда вот я больше чем ем я не съем это как это тот же самый это Дима Петров загружался там 7 килограмм пломбира съел я где дурак что ли ну вы мне сказали там вот Золотарев что ему сказал 7 килограмм пломбира пломбира загружался этим пломбиром мороженом вот а компенсация или там Беркович этот мы после банкета уже вот там вот так наелся вот так вот потом еще вот так тарелку принес потом тарелку мороженого тарелку торта я говорю куда компенсация идет нет я поел нормально все я на следующий день иду на чемпионат ну на тренировку готовиться к следующему чемпионату никогда никакого компенсаты там или там это Виталий Казаков у нас тогда в Казань ну Свердлов тоже он сейчас так тренер сбора поехали в Казань на Россию он там 96 весил 76 что ли в классике согнал сухой сухой приезжает это было в субботу приезжает в понедельник 96 это как от 20 литров представляешь 4-5 литровых большое ведро это как кровь там была у него и какая у меня там кровь была да я всю воду как неделю не пил там же как масло мои сосуды бедные а сейчас я кайфую у меня нормально все легко ребятки берегите себя поставьте сейчас палец вверх и не забудьте поделиться видео своими друзьями это же главное здоровье ребята главное здоровье если ты да молодой здоровый там заряженный а там 30 40 лет уже там мальчишки такие вот такие классные 50 лет да такие ребята были ну зачем и когда здоровья нет там вот сейчас подходили двое да один молодой 20 лет я говорил еще у него пончика отказала да вот сейчас рукой там подходил со словом вот он как раз со мной фоткался и еще один я говорю ребят главное здоровье ну и что ты сейчас вот это там заряжал для чего белка там ты жрал по несколько килограмм для чего где твой результат вот результат проведем конечно друзья мои Александр Вишанькин давайте человек из другой планеты легенда межглогического масштаба Саш у меня такой вопрос к тебе нам практически ни у кого это не спросить но мне это очень интересно мы только слышали мифы я слышал много разных мифов только был вообще малой ходил в первый свой зал в поле подвале там было три тренажера сваренные да скажи пожалуйста как набирали массу я слышал типа пиво со сметаной после тренировки ел если это не прикол такое слышал что было принято прям в самом самом таком в зачатках бодибилдинге когда хотели набрать много массы стать огромными что ели что пили это меня спрашивают да как это было ты же видел своих друзей товарищей по железу которые хотели быть огромными вот которых я видел они были мои ученики они также как я ну набирали тоже немножко мальчишки молодые там тоже советов слушали там где косметозон он весил 55 стал под сотню он весь в растяжках там я говорю ты дурак что ли тебе зачем это на всю жизнь и ты долго не протянешь так ну все да ну это советы вот этих умных там разных да слушает друзей которых ну зачем главное здоровье я же говорю здоровье а то что а что делали люди ну ты же видел в других городах ребят как они я видел что загружались они вот ему уже там выходить он уже зефир там в рот зацовывает там и живет и живет но она же не дойдет это вчера надо было позавчера да все это гликогента наполнять чтобы мучиться наполнить а чё сейчас на роботу живота набивать я сегодня позавтракал я сегодня только позавтракал я сегодня больше не ел потому что ну людям показать надо я второй день выхода не ем конечно надо же показать форму надо пресс показать а чё толку я сейчас на ем сузаки в животном нет поэтому что там был ну дураков всяких как ты говоришь загружались там чем могли загрузка одна вот набор в межсезонье вот не было протеинов все времена с самого старта было но этого не было но потом появилось какой-то фортаген там и зубом прилипал и жуешь зубы были прилипают но это не знаю что было ну сахар наверное с чем-то в перемешку я думаю в детское питание некоторые да но там тоже углеводы ну как может как мегамас там может гейнер да понятно что может быть а для масла ну для масла борода он наберет и че надо же качество набирать надо правильно питаться набирать качество чтобы строительный материал чтобы было с чем устроить было чтобы энергии для тренировок и жизни ну и чтобы кишечник освобождался клетчатка нужна все витамины понятно что каждый витамин за что-то отвечает каждый микроэлемент за что-то отвечает понятно что надо тоже обязательно вот а я еще когда штангой занимался умный тренер был он принес пананген мелдранат ну мелдранат я не помню тогда вот пананген принес метианин там еще этот цириджабролизин видишь какой умный тогда это было 50 лет назад почти вот а сейчас это об этом даже люди не знают даже у меня у нас вот тренер по лыжам там один мальчишек готовил всех запорол а он по тренерам гундесвана он шовецкого лыжника мальчишки мало какой-то летом в жару там по 30 километров в жару наружил роллер в гору там ни пананген ни витаминов ничего ну понятно что запорол ну идиот же просто да конечно у нас в целом почему спортивная медицина очень сильно хромает я вот тоже общаюсь с тренерами ну часто игровые спорта обращаются ну у них принято спортивное питание то есть сборники команды серьезные прям с большими спонсорами бойцы которые ну тоже прибыльные да конечно это правильно это очень хорошее питание и у них при этом очень посредственное отношение со стороны диетологии они круто тренируются тяжело тренируются и тренера хорошие по физухе я считаю но с точки зрения диетологии и нутрициологии там глубочайший провал по какой-то причине не ну если спортсмен он почувствовал допустим аминэнержи да и он попробовал он пашет там полтора-два часа он понял что это работает поэтому он будет принимать аминэкс аминэнержи портвеин хороший почему нет после тренировки когда я сейчас домой приеду поем а тут выпил и начинаю восстанавливаться или до тренировки там не поел за полчаса выпил у меня расщепился и у меня аминокислоты меня восстанавливает поддерживает поэтому вот твой протеин хороший нравится но он комплексный такой да он такой мульти протеин хороший и вкусный но я там угощал ребят и вкусный и работает протеин работает белок белок еще в принципе работает и куриные яйца работают и курица работает и от протеина они отличаются не очень сильно единственное что это продукт молочный белок и это удобно чтобы вы понимали в первую в первую очередь протеин это удобно как Саша сказал есть момент когда ты не можешь поесть у тебя нету времени вот был Саша Конзоев в команде генетик на самом начале я помню ты что самый да и Саша тоже кстати был всегда в форме ну всегда был жесткий как каменный а почему он сутками работал в зале но он мне говорит Рус у меня нету времени есть поэтому я везде пью омегу-3 цила протеин и аминокислоты это вся моя еда от этого невозможно оранжерей огромный да он круглый просто же дельта вот такая вот ну ты круглый настоящий профи да вот он настоящий профи да вообще красавчик вот и он всегда был в форме очень много работал и кстати вот он не говорил что ему нужно знаете у нас сейчас молодежи не принято они у них работа быть бодибилдером они не тренируют в зале они сидят дома играют в playstation два часа в день качаются кушают и у них стресс не дай бог не хорошо что два часа не каждый день а два часа три два раза в неделю может и три раза в неделю да да отлично так я еще дальше хотел что у тебя узнать у меня было написано у меня было записано я хотел спросить тебя ну расскажи нам расскажи нам не про себя ну мы то знаем мы с тобой в натуражку качаемся это все понятно расскажи как коллеги по цеху в 70-х в 80-х как крустили чем крустили что было принято ну там было видишь там лежал в аптеке вот как хлеб там в магазине в хлебном да печенье булки печенье хлеб там сушки вот так Ниры болел Рита болел тестенат вот так все лежало метандрис налог все что хочешь поэтому там у меня один пауэрлифтер в клубе ну где-то с Воркуты что он приехал как с сестрой два бомжа ну в зале мы их пустили а тогда вот как раз в 90-е годы с хирургией там все вот так выкидывали я тестенат там 10 пачек взял ему принес там месяц прошел у меня нет я до года делал ну все как все там наоборот анаболическая яма он вообще там без рецепторов остался дурачок да вот такие вот там сустанон сустанон а можно через 3 дня я говорю как там вроде 4 эфира один сутки неделю две недели месяц как можно через 3 дня делать ну я не знаю я не пробовал девочка подходит амистрол через день можно я бы я не знаю я не пробовал представляешь но они заряжали там сколько хотели ну поэтому и все там сейчас дозировки у большинства были то есть сколько есть старались все в себя все в себя конечно чем больше тем лучше то есть вот так было да ну серьезно да ну замечали лишь побочные эффекты там же тогда без витамин D3 без анализов анализа никто не знал никто не сдавал просто их фигачили и фигачили в себя все а там что у нее там что за кровь что в крови там да пофиг пока здоровье есть а потом здоровье раз и кончилось а вот ты считаешь в то время аптечные препараты были ну прямо значительно лучше в целом чем вот наш метан-растеналон там у нас сборная ульянской области по тяжелой атлетике и финские это приезжали они за наш метан там за две пачки и за ремень и за штангетки финский костюм адидас а еще что то там вот или ясиновского таблетка метана столы доллар доллар дешевый был да он нашел уже там банку такую везет в Америку как типа там протеин а там метан ну вот его там поймали раз пожизненно посадили потом он восемь лет что просидел его да пошел тебя кормить тут будем отправили домой да вот контрабанда ну у нас Курлович там Писаренко такие рекордсмены мира Курлович тогда и Писаренко они 915 рывок там Писаренко 970 толчок сейчас не толкают ну вот на тренировку поднимали кто же их поймали и дискрутировали а то что на допинге имеешь на допинге поймали а нет а допинг все там здесь немножко там два года дистрификации и опять пожалуйста ерунда не считается да а то что контрабанда то все ты же много раз сдавал контроль ну я сдавал значит вот первый как-то у меня повезло то что выбор что там пакет ставит с этими жеребьев когда там представитель там вот этот попался идет а потом я значит меня берут я иду в туалет наливаю выношу он при мне там разливает на 2 да пломбы ставят все я расписываюсь а потом то наши придумали презерватив нальет да в туалет заходит разольет вот потом вот потом уже я знаешь как завал вот даже анекдот а то что сейчас заходишь вот так он тебя берет там испанцы и смотрит ждет когда ты ему вот так придем сделать да я говорю кран что ли откроет он музык музык там водичка зажурчала а человек на сушке да не а там воду поставить пей сколько хочешь и будет ждать пока ты а еще не хочешь значит ты попался значит дубинин тогда тоже когда-то сделал винстрол что ли забыл и короче налил вишневском там кому-то да несколько человек ну ты можешь историю да вот такая история была он это головня кому-то ветерево что ли кому-то налил у меня нормально а Владимир Иванович налил там человек два-три попалась вечно потом приехал выступать а ему говорят ты же как будет дискфицировать а че я что ли виноват ну вот дубинин говорит сейчас кто выезжает всем не сдают ладно я знаю что Россия прошла я стучу там в номер в гостинце не открывает стучу не открывает Наташа Михайловна Наташа а где дубинь да в номере да нет его там ключ взяли открыли спит пьяный в жопу извините вот Владимир Иванович Владимир Иванович Владимир Иванович Ишанькина уезжать уже ему пин контроль надо сдать пошли в туалет он знает что так бутылку взял это все счистил ножом там что-то нарисовал давай я отворачиваюсь Ишанькин как положено я говорю Владимир Иванович потом через месяц ему звоним все никто не едет один ишанькин сто процентов сдавалось сколько раз вы так проверяли заранее чтобы кто не попался контролировали ну это вот один раз а там вот я сдавал не попадался но как не попадался я же полгода в рот ничего не брал чемпионат мир выиграл чемпионат мира чистым проходил дк нет ну 19 чемпионат мира я участвовал там 3 европы часто конечно ну это же невозможно чистым выиграть или ну не попасть на допинг-контроле я не понимаю ну я и делаю а я турашка ну я же сдавал сдавал не попадался впадался ну я и говорю очень чистых ну да поэтому вот так вот вот сейчас это сложнее тоже смотрят прямо сидят смотрят вот так пока ты не поисочему серьезно а вот если у людей например арабы с них по религии не положено да ну там уже проплатили прокатить как-то можно так интересно они видимо уже все проплачено там же сколько такие рекорды мира в том что он есть ну не попадает же Талахадзе сейчас 221 там 200 вредно я знаю сколько 270 не знаю как это так можно вправляются да иранцы там абсолютный чемпион мира а почему а почему бы его там не проверить где там это вода не проверяйте нет только наших наших очень любят только наших причем наши наших комплевит можно дисквалифицировать а они могут от строк принимать у них рецепты есть у них нормально все у них вообще все продают у них можно все нормально а у нас почему не продают почему все запретили потому что кто-то не зарабатывает потому что да вот и на этом зарабатывают там человек допустим в москве во флэкс там один рома сидит и всем расписывает расписывает и очередь к ему продает у него там феррари у него там еще что-то короче там еще целый гараж вот а потом приходит человек а один дядя такой полковник там дом сидит бухает такой культуристы показали жена говорит смотри какие красивые ребята что они там бегают что они там жрут придет прайс вот это запретить потом посылает этого на закупку сделал все попался парень взятку дает чтобы не посадили чтобы условно ну вот так вот а везде же продает спокойно во многих странах в европе запрещено конечно турции турции там в том же в Иране том же не много египте но почему потому что если это мое личное дело да я если попадутся я там отвечу два года здесь дискомфициара дискомфикации и было 2000 долларов штраф я отвечу а вот сейчас пришли там к макшанцеву да до сада пришла а он говорит а вы мне чем-нибудь пальцем шевелили мне там денег на дорогу на работу помогли чем-либо а у нас вот закон почему по закону то вы не помогаете а только приходите там вообще мне очень интересно твое мнение ну из наверное один из немногих людей которые ты нормально отвечаешь ты не боишься за свои слова ну вот ты хотя бы адекватен не стекло остальные стекло и не могут ответить все таки сразу вот вот они сейчас придут меня проверять вот нравится ли тебе я скажу пошли я все завязываю пошли тебе это стремление нашей федерации будебезненько пытаться зацепиться за министерство спорта и из-за этого приходят русады и все остальное нужно ли это будебезненько взгляд и может ли это быть может быть и нужно только я не думаю что деньги дают я только видел тебя знаешь сборы где там что-то какие-то неизвестные мне люди бегают в тапочках там пары пары которых я знаю остальные в сочи поехали 40 человек и чем это поможет российском бодибилдинге непонятно ну да меня приглашали вот пару раз там тоже я не поехал а так нам нужно мить от спорта бодибилдинга или мы как-то 20 лет жили и более точнее без них ну как-то жили без них ну вот ты сколько раз мир выиграл европу россию тебе прислали со сборной костюм за 30 лет ни разу не выдали просто один раз продали за полторы тысячи ни разу хотя там собираюсь старт износа сколько ну могли бы это вот сейчас за грим если что чемпионат урала я футболки всем подарил на регистрации за мой счет сделаны но антон геренкоцуб меня попросил вот мы сделали для урала с треугольником красным это я лично все оплатил это я подарил всем спортсменам вот видишь ты оплатил лично а вот антон николаевич мне вот но он на меня может обиделся но он не обиделся мы сейчас с ним общаемся нормально все он понял что может быть не прав поэтому футболку не дали тебе не дали футболку урал вот это вот вашу а мне зачем красиво урал в горами с федерацией ваших а я за челябинск а его когда меня ничего там ну короче ни разу не заплатили я говорю я ивану говорил вань давай ты будешь да ну он лежат как бы оплатил там по росту правда вот последний раз в шелябинске омолохит разместился ему документы отослал за проживание а он меня не оплатил поэтому Сергеевич может ты за Москву я говорю да мне пофиг я за кого хочешь а че я за свой счет на мир поеду за свой счет же Мексика Монголия домикана за свой счет там 100 тысяч я персоналки провожу и пенсионер и вот так вот как Антон да нафиг мне надо за него то есть все таки движение в сторону нечто спорта бодибютингу нужно или мы другой более самобытный спорт и не совсем мы подходим под эти нормы но если бы нас вот как ты говоришь вады там не приходила русада да значит они сейчас уже имеют право разбору значит там проезд начали оплачивать чемпионов у нас на россии да на россии в тюмени было 33 допинг пробы взято у нас очень серьезные спортсмены лишены права выступать лишены своих титулов вот а нет наши вот ребята там 25 чемпионов мира стали а сейчас это русада пришла это вредители пришли они же наши больше чемпионов мира не будут они что хороший дел какой-то делают там люди рекламируют там россию поднимают там что россия лучше всех а эти говорят все больше не поедете нафиг вы нужно за россию выступать будете а за россию я тоже я выигрываю мне дают флаг я вот так держу гимна стоит играет все встают судьи и зрители все встают а я засвучен россияне нужно кстати да действительно ну для меня тоже загадка я бы просто лично я просто ребят получил налоги у меня очень сильно большой бизнес я получил очень сильно много цифр налоговых отчислений часто с людьми спорю по этому поводу мне говорят вот там ну другие бизнесмены многие или другие там спортпиты работают там много налички ну вы же ездите по дорогам дороги не супер но они и есть в больнице сейчас какая-то там бабушка лежит и ее лечат бесплатно пусть может быть там не супер лечат но лечат бесплатно эту бабушку и кстати чтобы вы понимали эту дорогу не очень с дырками из-за лечения бабушки из-за учения там в школе кому-то там из ребят за учебу платим мы вместе с вами налоговое отчисление вот я бы очень хотел чтобы часть моих налогов шла чемпиону мира по бодибилдвизу ну ладно не надо ему квартиру дарить ну как за то что он там не знаю где-то побегал попрыгал как в других фотоспортах ну хотя бы вы ну дорогу оплатите ладно без квартиры а то у нас простите в некоторых республиках человек там выиграет по борьбе соревнования ему майбах подарят три квартиры подарят официальным героям объявят в Чечне ну вот он поддерживает спорт и там каждый молодой пацан рождается с мыслью надо идти тренироваться заниматься спортом у нас каждый молодой пацан в Питере и в Москве рождается с мыслью что нужно быть блогером а вам нужно еще пидором ну да куча просто это модно очень и толерантность будет высокая к тебе не надо быть блогером пацаны все что вы видите у блогеров они пиздят они был один человек дико вам известный из фитнес индустрии который лично мне звонил они хотели снимать видео про бизнес лично у меня просил просто миллион наличными нам для видео надо хотя на видео он рассказывал что он охуенный богатый успешный и научит вас делать бизнес и рассказывает про бизнес просил у меня деньги чтобы показать их просто на видео понимаете в чем дело они фоткаются в чужих машинах в дорогих ресторанах садятся возле чужой чашки чая сфотографироваться вот что такое блогеры там есть люди обеспеченные но их мало в остальном это все просто неправда фуфло блять сварщик гораздо лучше зарабатывает это хуенная работа или то есть зарабатывать нужно не всегда бизнесом зарабатывать то чем ты умеешь сделать я рассказывал историю сборщика кухонь который ко мне приехал на квартиру на новой пятерке бмв чувака просто руки ровные он работать готов он прям то есть он он приехал на новый бэх пока мы общались он перед этим вернулся с отпуска с Мальдив мужик не хозяин фирмы он просто сборщик кухонь в эту сторону ушел в общем хочу чтобы билдерам выделяли бабки не только я лично пришел на какие-то чемпионаты денег раздал у меня вообще тоже есть семья сотрудники человек 200 надо зарплату платить налоги отдать ну и типа я не просто так работаю я тоже хочу что-то для себя сделать но я все равно помогаю мы должны это делать не только там я другие фирмы потому что там спонсоры еще есть те кто поддерживают ну было бы прикольно если бы государство решило типа вот нормальные ребята бодибилдеры да у ребят там миллионы долларов вроде как а он лучше их пробухает чем по мальчикам справедливо закопают закопают забудут ну вот так что я еще хотел у тебя спросить ну может быть совет кому-то как надо молодежи там или вообще народу как надо себя вести ну-кадавай это интересно потом младежцы папина ну отдельно вы немножко так подумать о будущем да или вы будете вы такими вот из за будущее крючками да или будете молодыми здоровыми красивыми ребятами так что немножко так чуть-чуть подумайте забежите вот это вот дело поменьше um сидите идите в зал в ultimately занимаетесь занимать Elliot будет если молоды и красивы здоровыми ребята это вам может быть пригодится в жизни а то дальше да 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 точно потом все это рассыпьте развалится он еле живой ходит и чё за мужик на него же не взглянешь это девчонка даже не взгляну было очень смешно я ребята в армии не служил я негоден по состоянию здоровья я занимался спортом и даже когда мне выдавали на просто ну есть заболевание у меня но с раннего детства но в медкарте поэтому меня не могли даже захотели взять в армию просто просто это было бы незаконно в этом шестилет диагноз стоял я помню мне было лет был молодой я уже качался я пришел в военкомат я иду такой вдоль стены и стоят пацаны бедолаги которых в армию забирают а вот такие ну то есть там прям беда то есть их вот ну страшно подумать если им придется воевать с кем-то ну прям бедолаги я такой захожу к военкому здоровый больной я уже выступал такой-то такой-то он такой человек говорит ты негоден я говорю да как так я говорю ну блин а у меня реально у меня я с очень раннего возраста ребят у меня даже в детстве выпадали волосы у меня очаговая аллопеция и то есть у меня мне типа нельзя нервничать а очаговая аллопеция считается серьезным заболеванием генетическим а мне типа нельзя было служить он такой ты типа негоден я говорю да суха здоровая драма нельзя а у меня же отец военную тоже хотел меня куда-нибудь отправить но все детства мечтал меня слить в это сначала в кадетское избавиться потом хотя бы делался меня в армию сдать но не вышло я как-то смотрел китай школу боевых искусства там ребята стоят рядами там сотни ребята такие отрабатывают приемы злые такие как звери там порвать готовы нормальный просто я так учит если вот про филе надо порвать и он вот такой парень он там разбивает кирпичи разбивает об голову ногами рама это палки ломается вот а наш вот этот парень который сидит за вы подумайте ребята вот так вот встретиться дом 10 таких пройдет просто не заметить как вы поэтому заниматься немножко надо чуть-чуть но я не только вот молодежи говорю если человек после тридцати как врачи говорят уже мышцы массы растет не слушайте врачи не знают они просто не пробовали но процент на стопроцентно да неправильно не пробовали и сами не занимались и там приседать надо чтобы коленем не выходили за носок я буду как штангист он там поднимает громадные веса он чего коленек думать но он же профессионал да он ребенком начал какой он профессионал был и колени у него не болят пусть обсудить как том плац тренировался помнишь как том плац тренажера гайкиншмита на носочках там тоже колени уходили за носки колени уходили за пределы тренажера я тоже так делаю ноги конечно и у меня кстати вы понимали бурситы и синавииты после моего падения стоят диагнозы обоих коленных суставов и ничего у меня не болит и когда-то после травмы когда я вернулся в зал я через левую ногу не мог шагать и ходить я отказался от операции и открытия сустава я тренировался мне было больно я терпел я закачал я хожу я бегу я прыгаю я качаю ноги я дошел до очень тяжелого пристава время сейчас не приседают плечо болит но но тоже сейчас зарастет еще нормально и коленки уходят на сочке уходят за коленки конечно и вот пусть у нас . после 40 до я 36 только качаться начал 36 37 первый раз выступил восемьдесят девятом и вот еще 70 лет и я до сих пор выступая тренируюсь выступая все у меня хорошо или там у качков там это ничего не будет я грома четверо детей но девять внуков у меня все нормально все работает так что занимайтесь правильно питаетесь да девушка вот у меня друг один говорит на пляже там две девушки познакомиться хотел а чего этот вас толку от скачков угод о чем дело а ты откуда друг сказал у вас там короче а ну поехали сейчас обоим обоих вас проверили дружного берега и ему на клык знал по домах так что если не верите попробуйте попробуйте пацаны об рекламу всем сделал чувствуете скидывайте своим неверующим полноценное питание здоровые занятия с отягощением полноценное питание витамина здоровый образ жизни и все будет нормально будьте здоровыми красивых будет лучше всех даже возможно спасибо тебе огромное должен быть хорошо я буду должен вы тоже должны поделиться этим видео давай 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 меня проверь сейчас сейчас давай давай репки крепче у нас скала ребята вы сейчас подумайте 70 лет 38 раз 38 россии 12 раз чемпион мира у нас люди столько не живут лет сколько он выиграл чемпионат мира это не считаете второе место я проиграл не надо первым быть вы представляете себе вот это бодибилдинг он вот такой не вот эти ноющие сопляки которых вы на которых вы подписаны я очень многих знаю лично и вы уж простите это конченые люди давай еще раз покажу подряд должен быть вот таким вот такие вот такие вот такие если реально велики были у меня такой того есть очень достойные спортсмены великие спортсмены и не только телом но и духом и таких людей держитесь и в прошлом ролике так сказал да и будьте примером для близких для друзей ведь когда вы сами в форме окружающий смотрят и поверьте они хотят быть такими же у кого-то хватит силы духа пойти по вашему пути у других не хватит они будут говорить что он обожрался протеинов а ты попробуй у него что у него там не стоит ну вы можете потом его подруги отдельно объяснить она ему передаст что все было отлично вот показать его подруги вот и зависть подождает злобу вот в себе убейте зависть и во многом это поможет мы вас тоже очень сильно любим внимать с бодибилдингом это крутой вид спорта всем пока я не покажу слава александр ищенко